Полдесятого утра на улице Столиваров не проехать, не пройти. Несмотря на то, что час пик позади, многие горожане до сих пор не добрались до места работы. Причиной оказался снег. Всего за сутки выпало на 60% больше декадной норм осадков. Дворникам пришлось в авральном режиме расчищать перекрестки, автобусные остановки. Но для перегруженного транспортом города усилия эти оказались недостаточны. Самые проблемные дороги у нас получили, что у нас практически не расчищено ни одно разворотное кольцо, где автобусы могут развернуться. Полностью у нас была не расчищена остановка домина. То есть автобусы на домину заезжали только по колее. Если попал в колею, значит он заехал на остановку. Если не попался, то автобус застрял. И вот разворотное кольцо на улице Олимпийской. Именно на этом развороте застряло больше всего автобусов Черепоевская автоколонна. Тяжело пришлось удлиненно модификациям. Гармошки буквально складывало пополам. Сложно было даже подняться на Красноармейскую площадь. Жертвами стихии стали общей сложности семь автобусов на первом, седьмом, двенадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом маршрутах. Осложнило ситуацию ЧП на трамвайных линиях. В Заречи произошел обрыв электропроводов. Как следствие, пассажиров пришлось везти на автобусах. Автоколонна задействовала весь свой резерв. Первый снег, а уже труба дело не проехать, не пройти. Многих автолюбителей обильные осадки поставили в тупик. В ГИБДД советуют пока отказаться от личного транспорта. Правда, бросать его, где попало, не рекомендуют. Машины на обочинах мешают убирать дороги и попасть потом в свое авто будет не так легко. В свою очередь, коммунальщики намерены в ближайшее время освободить трассы и тротуары. Ну так-то не убирает, но, наверное, не успевает сейчас, потому что второй день идет снег. Ну во дворах вообще не убирается это. Ладно, вот здесь вот. Ситуация находится на контроле городских властей, а дорожным хозяйством, промедлением уборки Череповца и вовсе чревато финансовыми убытками. Департамент ЖКХ штрафует подрядные организации за некачественную уборку города. Поэтому контроль осуществляет департамент ЖКХ. Мы будем рады любым сообщениям о некачественной уборке территории города, мест общего пользования в диспетчерскую департамента жилища коммунального хозяйства. По всей видимости, погода даст возможность дорожникам сделать свою работу. Синоптики снегопадов больше не предвещают, а ближайшие два дня будет идти слабый снег, а затем похолодает.